Вот огульное назначение трав, давайте попьем просто так, но может быть поможет. То есть сначала обычно приходит, неделю мы лечились и потом уже список выдается чем. Это для повышения иммунитета. А для лечения конкретных заболеваний есть что-то в центре тибетской медицины? Что используют? Конкретно больше 400 заболеваний лечим в основном комплексе травмами, и их рефлекс терапии, и массаж, комплексное лечение проводим. Раз уж мы заговорили о травах, есть такое мнение, что нужно пить травы исключительно того региона, где ты живешь. Мне хочется, чтобы Ирина Колосова, консультант по фитотерапии известного центра Гордеева, прокомментировала. Ну, если говорить о травах, то да, естественно, правы, лучше пить те травы, которые растут в нашем регионе. Но вот я сижу и слушаю, ведь видите, мы с вами говорили о многих рецептах, да, которые применяются. Вот кто-то там масло использует, кто-то лимон, кто-то лук. Согласитесь, что мы ведь с вами не так много трав используем. Ведь никто же не сказал, что вот как-то профилактики используют, какой-то комплексный сбор, да. То есть мы можем малиновое варенье там попить, да, носочки там с горчицей с порошочком, да. Но ведь использование фитотерапии, оно не такое широкое в массах-то. Мы знаем определенный набор трав, там душица, зверобой, да, там лист малины, вишни, которые, в общем-то, все могут применять. Лист смородины там еще, да, черный. Ну и все. Что советует Центр Гордеева? Ну, во-первых, Центр Гордеева, поскольку работают врачи, в основном в Центре работают педиатры, да, поэтому мы очень ответственно к этому мероприятию подходим. И совершенно верно вот говорит доктор, надо видеть и знать ребенка, да. Вот огульное назначение трав, давайте попьем просто так, но может быть поможет, да. То есть вот так делать никогда нельзя. Я как врач-педиатр тоже не рекомендую людям назначать самим деткам какие-то травы, да. То есть обязательно нужно узнать, для чего мы эти травы пьем. И фитотерапевты тоже делают диагностику ребенка или взрослого? Или целесообразность назначения тех или иных трав. Для чего? Вот просто так, вот хочу и попила, так вот делать не следует. Не для ребенка, в общем-то не для себя. То есть если есть показания к этому, ну ради бога пейте, конечно. Лучше проконсультироваться с человеком, сведущим в этих делах, да, с фитотерапевтом. Потом я должна сказать следующее. Ведь в центр наш обращаются за профилактикой, ведь не приходят. Приходят тогда, когда чаще... Поверьте, не только в ваш центр не приходят за профилактикой, но и в 99% других центров страны тоже самое. Такие традиционные методы лечения, но к нам не приходят с профилактикой, да, то есть приходят часто болеющие детки, мама приводит детей, которые уже прошли курс антибиотикотерапии и не один раз, и это ничего не помогло. И там аденоиды третьей степени там предлагают удалять, и вот они тогда открывают глаза и прибегают, давайте что-то попьем, чтобы через неделю все прошло. Да, вот такие у нас ходят пациенты. Поэтому нужно обязательно видеть ребенка. Нужно, ну вот педиатры все знают, да, что не столько ребенок, сколько мама. Правильно? Ведь кто будет заваривать травы, кто будет заставать, в общем-то, заставлять его пить не очень вкусный состав. Пусть это будет мумио, но тем не менее, оно же тоже не очень вкусное-то. Все же сладенькое хотят. Поэтому нужно работать в первую очередь с мамами. Давайте посмотрим сюжет факты о народной медицине. В конце 18 века народная медицина считалась неотъемлемой частью общепринятого направления. В странах Африки, Азии и Австралии высоко ценятся лекарства животного происхождения. Местные колдуны и шаманы используют в своей практике жир, кровь, молоко и другие части животных. Массаж, физиотерапия и костоправство присутствуют в народной медицине многих народностей. В странах Ближнего Востока принято делать массаж пятками. На Таите предложат сделать массаж всем телом. В Китае целители будут воздействовать точечным методом, а в Японии приложат камни. На Востоке чаще всего используются такие методы лечения, как окуривание и прижигание, которые у европейских народов приобрели более приятную форму – ароматерапии. У славян посещают бани, в которых организм не только очищается, но и восстанавливается. После продолжительного применения солодки из организма в большом количестве вымывается кальций и другие полезные минералы. Сильнейшую аллергическую реакцию может вызвать безобидная ромашка, которая особенно опасна для детей. На практике врачи часто вынуждены заниматься лечением и спасать жизни людей, которые не соблюдают дозировку народных рецептов. У меня вопрос к врачу. Скажите, а часто обращаются к пациенту за лечением последствий использования методов народной медицины? В 50% случаев, наверное, обращений. То есть вначале обычно приходят, неделю мы лечились, и потом уже список выдается чем. Обращаются, да. Скажите, а к вам, как к представителю фитотерапии, часто обращаются после того, как классическая медицина не помогла в принципе и травма помогает? Тоже так же часто, да. Вот поэтому мы и говорим о том, что нужно это объединять. То есть методы, да, они все хороши, и в комплексе они должны работать. А у нас же или одно что-то делают, или что-то делают другое. Потом, понимаете, ведь фитотерапия, как и, наверное, другие методы нетрадиционные, они ведь не лечат острые состояния, да. То есть они лечат хронически, вяло, текуще, долго, затяжные заболевания, но опять-таки в сочетании уже с медикаментозными какими-то препаратами. Острых-то состояния ведь нет. Поэтому, наверное, как и у вас, так и у нас есть вот свои перегибы, да, но объединить это не всегда получается. Как-то вот мы немножко друг от друга отстранены. Почему? Может быть, вы сами друг от друга отстранились? Мне кажется, это в силу каких-то вот людских убеждений, то есть очень часто встречаемся с людьми, которые либо только классика, и полностью противники вот фито, либо только фито-фито, и не надо никаких таблеток. Мне кажется, это сила бизнеса. Просто вспомнила еще об одном методе лечения. В детстве меня лечили и вылечили с помощью лазеротерапии, то есть терапии лазерным лучом по активным точкам человека. Вот что-то об этом вы знаете, можете сказать. Просто дело в том, что у меня была сильная аллергия, то есть на фоне которой даже дошло до бронхиальной астмы, и не помогало ничего. Ни мази, ни лекарства, то есть я и в больнице лежала, то есть не помогало ничего. И потом вот меня мама повела на вот эту вот, ну как бы, лазеротерапию, да, которая в принципе мне помогла. После чего в течение там буквально месяца у меня все прошло. Вот что это и вообще есть ли сейчас где-то подобное у нас в Уфе, потому что в принципе можно было бы даже порекомендовать людям, которые страдают подобными заболеваниями. Я думаю, что сложно сказать, что было тогда на самом деле, то есть это сколько лет назад было? Лет 15 назад. Лет 15, то есть где это было, как это было, как это проводилось, что это вообще такое было. Но опять же, никто не отменял вообще содружество, опять же, той же самой классической медицины и нетрадиционной медицины, когда используются и точки в теле человека. То есть мы это каждый раз мамам тоже рекомендуем, когда говорим об их новорожденных детям, чтобы и на ножках там есть насточки, еще где-то. То есть это та же самая классическая медицина, воздействие на точки тела. Это проходится даже на той же самой физиологии. Для себя подвести определенные итоги, то есть когда человек занимается лечением и, собственно, своим организмом, ему сначала надо понимать. Допустим, бил анализ крови, да, он посмотрел, ему что-то не хватает, что-то ему будет определенно лишнее. Изначально надо очистить свою кровь, то есть наша плазма – это наш природный иммунитет и так далее и тому подобное. После того, как вы очистили кровь, сразу же у нас идет МРТ, проверить, то есть, ну, что у вас есть, чего у вас нету. После этого, я думаю, уже можно будет заниматься даже если самолечением, то только с консультацией врача, чтобы понимать, одна и та же клетка… Это сейчас вопрос или… Нет, это констатация как бы вот всего то, что я услышала, и кто согласен, кто нет, да, то есть по этапности обследования своего организма, чтобы не сделать лишнего по бюджету и понимать, что все будет эффективно. Вот опять же, если одна клетка до 15 минут втягивает какие-то полезные вещества, то после 15 она вытягивает, поэтому один препарат может действовать двояко как бы на одном и том же человеке. Это очень, да. Дорожки, которые приносят эти травы, да, и вы их проверяете, либо это не так. Вопрос, где собираются травы, поскольку люди боятся ими пользоваться, думая, что у дорожки собрали рядом с химпромом. У нас есть заготовители, да, с которыми… Ну, центр Гордеевы существует достаточно длительное время, много лет, да. И есть заготовители, люди, которые работают с центром все это время и собирают травы в определенных районах. То есть вот так, чтобы бабушка шла по дороге и где-то там собирала цветочки одуванчика, да. Они проходят определенное обследование, их сдают на проверку, вот, и выдают потом уже сертификат о том, что они… Практически все, да, травы, которые у нас есть в ассортименте. И потом, ведь изготавливаются травы в сухом виде, ну, по 300-400 килограмм в сухом виде. Вот столько одуванчиков вдоль дороги собрать, высушить и принести нам, сдать просто нереально. На сегодняшний день известно огромное количество народных рецептов в лечении детей. К самым распространенным народным рецептам лечения насморка у детей относят прогревание, горчичные ванны, сок алоэ, ингаляцию, промывание носа подсоленной водой. Сильный кашель у ребенка может снять хвойный чай, картофельный компресс, прогревающие растирания водочно-медовые компрессы. Народные методы лечения ангины преимущества основаны на лекарственных растениях с противовоспалительным и антисептическим эффектом. К ним относятся такие растения, как календула, ромашка, алоэ, каланхоэ, свекла, редька, чеснок, шалфей и другие. Кроме того, широко применяется мед, прополис, поваренная соль. Чаще всего применяется в виде частых полосканий горла. А вот чеснок является проверенным средством для борьбы с простудой. Также распространены средства из лука. Свежим соком лука смазывают слизистую носа. А луковый сок с медом – хорошее отхаркивающее средство. Вынесли что-то полезное из этой программы, записали какие-то рецепты, поделились своими секретами. И воспользуйтесь ими, и самое главное, они вам помогут, то мы, конечно же, будем только рады. Вы смотрели ток-шоу «Супермама» на телеканале М-Телевизион. Конечно же, огромное количество советов и секретов сегодня услышали. И как вам поступать в вашей собственной жизни, решать только вам. Но помните, что профилактика – это, конечно же, легче и проще, чем само лечение. Будьте счастливы и здоровы. Берегите своих близких. Партнеры ток-шоу «Супермама» Клинический госпиталь «Мать и дитя». Семейный клуб «Любящие сердца». Стоматологическая клиника «Армден». Велнес-центр «Слимклаб». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова